Из книги Равина Мейра Каханы «Никогда больше». Сионизм. По-настоящему постичь сущность понятия «гадар» можно лишь серьезно изучая еврейскую историю, историю народа, который не подходит ни под какие рамки и определения. Еврейская история. Какое сплетение трагедии и триумфа, взлетов и падений. Богатство и красочность еврейской истории захватывают воображение каждого, кто заглядывает в ее глубины. Но современный эмансипированный еврей, как правило, ничего не знает о многовековой истории своего народа. А как важно это знать именно ему? Как важно, чтобы он узнал о том, как жили его предки, что они делали и чего не делали и почему, чтобы он узнал, в чем заключается причина той непоколебимой уверенности в правильности пути, благодаря которой он, современный эмансипированный еврей, живет сегодня на белом свете. Только слив воедино всю горечь страданий и гордость за свой народ, не склонивший головы, не изменивший своей вере, ни под угрозой смерти, ни перед лицом льсивых увещеваний, мы поймем, что такое Гадар. Перечень наших врагов кажется бесконечным. Египетские фараоны, властители Ассирии и Вавилона, Гаман в Древней Персии и Антиох Епифан в эллинистической передней Азии, римский император Адриан, христианские фанатики в Европе и мусульманские фанатики на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Наконец, чудовищный дуэт нашего века – нацистская Германия и советская Россия. Еврейскому народу по-прежнему угрожает смертельная опасность, и эту опасность мы обязаны встретить с честью, с сознанием своей силы, с решимостью, подобно нашим предкам, выстоять в любой буре. Еврей, знакомый с историей своего народа, не может стать самоненавистником. Рассказ о жизни его предков обязан вызвать у него чувство гордости и уважения к ним. Кроме того, у него не может остаться сомнений в существовании Всевышнего, ибо совершенно невероятно, чтобы целый народ прошел такой исторический путь без помощи свыше. О, если бы мы могли собрать всю нашу молодежь и развернуть перед нею полотно еврейской истории, чтобы привить ей любовь к своему народу и чувство гордости за него. Если бы мы могли непосредственно обратиться к этим растерянным, ищущим правду молодым людям и рассказать им о простых истинах, о которых они, к сожалению, не слышали, если бы это было возможно, мы начали бы вот с чего. Мы начали бы с разговора об Израиле. Израиле, который является «очагом агрессии и неоколониализма», «марионеткой американского империализма», «поработителем и эксплуататором соседних народов», «государством, создавшим проблему несчастных арабских беженцев», «угрозу мира и безопасности на Ближнем Востоке и во всем мире», «все в кавычках». Этими и подобными терминами награждают Израиль «прогрессивные» журналы и газеты всех сортов. Теми же красками орудуют живущие по нормам марксиско-ленинского Евангелия либерально-революционно-прогрессивные деятели, рисуя картину Израиля. В тех же выражениях описывают Израиль товарищ Мао и вожжи негритянских «освободительных» движений. И кто может не заметить, что рядом с «прогрессивными либералами» под знаменами с теми же самыми девизами маршируют также вожди Египта, Сирии и бандитской организации «освобождения Палестины»? Кто не знает, что теми же лозунгами ловко жонглируют убийцы, стреляющие ракетами, которые ласково называются «катюшами» по израильским городам и селам и подкладывающие бомбы в израильские автобусы? Всего этого не замечают лишь благополучные молодые евреи, выросшие в комфортабельных пригородных районах. Им ясно как день, что источником всех бед является Израиль, милитаристское реакционное государство, стоящее на пути прогрессивного человечества, стремящегося ко всемирному счастью, братству и любви. Этим молодым людям, сомневающимся в праве еврейского государства на существование, проливающим горькие слезы при виде несчастных угнетенных арабов и гневно осуждающим фашистов-сионистов в кавычках, этим молодым людям, считающим, что нет большего преступления, чем поддержка Израиля, и что Израиль должен исчезнуть с лица земли, этим молодым людям я хочу сказать следующее. «Вы слишком молоды, чтобы помнить тот день, 14 мая. Улицы были запружены народом. Это были евреи, сыны вашего народа. Эти люди были сионистами. В календарях тот год назывался 1948, но для евреев это был 1878 год, потому что 1878 лет назад началось изгнание. Как видите, наш народ ведет счет времени вот таким образом. Эти люди, сионисты, стояли на улицах и ждали. Глядя на них, вы бы не осмелились утверждать, что эти люди являются участниками международного заговора, заключившими преступный альянс с Рокфеллером и нефтяными монополиями. Среди них были старики и юноши, мужчины и женщины, рабочие и домохозяйки, врачи и студенты. Среди них были также люди, бывшие в Освенциме и оставшиеся в живых. И вот сейчас, стоя на улицах, они слушали слова, которых ждали 1878 лет. Они слушали и с трудом, веря собственным ушам, начинали осознавать, что их немыслимая, невообразимая, фантастическая мечта становится действительностью. Слова гремели в ушах, в мозгу, в сердцах. В их глазах стояли слезы. Мы провозглашаем создание еврейского государства в стране Израиля, которое будет называться Меденат-Исраэль, государство Израиля. И когда под безоблачным средиземноморским небом смолкли последние звуки, они начали петь песню. Ее слова были написаны всего каких-то 60 лет назад, но ее идея было уже 1878 лет. Слезы лились по их щекам, когда они пели. От зло авда тиква тейну, а тиква бад шнот альпаїн, лийот амховши беарцейну, ерец цийон вірушалаїн, лийот амховши беарцейну, ерец цийон вірушалаїн. Еще не потеряна наша надежда, надежда которой две тысячи лет быть свободным народом в своей стране, стране Сиона и Иерусалима. Да, то был апогей реакционной аморальности. Как жаль, что вам не довелось видеть света, горевшего в их глазах, почувствовать опьяняющий вкус чудо, свершившегося в те дни. А когда они кончили петь, и на их реакционных щеках еще не успели высохнуть слезы, они пустились в пляс. О, как они танцевали! Вряд ли за всю историю человечества кто-либо танцевал с такой страстью. Почему вы выглядите такими растерянными? Вас что-то смущает? Давайте попытаемся понять, что же за чудо произошло на глазах у этих людей? Чудо, смысл которого вам, по-видимому, не ясен. Дело в том, что чудеса не происходят просто так. Можно даже сказать, что они создаются не сверхъестественным образом. Это чудо было результатом бесконечных страданий, молитв, непоколебимой веры, безграничного упорства и терпения. А есть ли в мире народ, обладающий большим упорством и терпением, чем евреи? С непостижимым упрямством мы отказывались умереть, тем самым бросая вызов всему миру. Мы были изгнаны из нашей страны задолго до того, как там впервые ступила нога араба. Мы отчаянно сражались за свою свободу, численно, во много раз превосходящими нас римскими легионами. Мы сражались с той отчаянной смелостью, с тем невиданным упорством, которое унаследовала сегодня армия обороны Израиля. Но нас было мало, и небеса отказали нам тогда в помощи, и римлянам удалось сжечь наш храм. Спустя много сот лет после того, арабы украли у нас это место и построили там свою мечеть. После долгой осады римляне взяли крепости Мецада и Бейтар и изгнали нас из нашей страны. Но это удалось им только после того, как своей кровью мы оросили каждую пять нашей земли. Мы сражались за свою землю с тем ожесточением, на какое вообще способен человек. Из-за грехов наших изгнаны мы из нашей страны. Так говорим мы в молитве. Народы же, окружавшие нас, думали, что настал наш конец. Они ненавидели нас лютой ненавистью и в то же время боялись нас, и то и другое объяснялось нашей особой верой, столь отличной от всего, что они могли себе представить. Император Тит вернулся домой полный ликования. В конце его войска шли закованные в цепи плененные еврейские повстанцы. Желая прославить себя в веках, он соорудил в Риме триумфальную арку, торжественно заявив «Иудея капта!» «Иудея покорена!» «Иудея стерта с лица земли!» «Иудеи больше нет и никогда не будет!» Вы можете полюбоваться на эту арку, если сделаете остановку в Риме, летя рейсом компании «Эль-Аль» в возрожденную Иудею, государство Израиль. И евреи оказались рассеянными по всем концам света. Но куда бы ни забрасывала их судьба, куда бы они ни шли, они смотрели назад, на родную страну. Византийские императоры подвергали их жестоким гонениям, но они лишь укреплялись в своей вере, каждое утро произнося слова молитвы «И да увидим мы своими глазами, как вернешься ты по милосердию своему в Сион!» Христианская церковь проклинала и обвиняла их во всех смертных грехах, но они обращались лицом к Сиону и молились «Воструби в великий шафар, возвещая об освобождении нашим и сделай чудо, возврати изгнанников наших!» Крестоносцы сжигали их заживо, но они не переставали просить Всевышнего «В Иерусалим, город твой, по милосердию своему возвратись!» Их изгоняли из Испании и Франции, из Англии и Португалии, в Демене у них отнимали детей, украинские казаки устраивали дикие погромы, но каждый год в пасхальную ночь они повторяли свою клятву «В будущем году в Иерусалиме!» «Сегодня мы рабы, в будущем году свободные люди, сегодня мы здесь, в будущем году в стране Израиля!» «И чем сильнее преследовали ваших дедов, тем крепче они держались за свою веру и свой народ, чем настойчивее становились попытки уничтожить ваших дедов, тем с большим упорством они стремились выжить во что бы то ни стало! И сильнее всего наши деды мечтали об одном — вернуться в страну Израиля!» Казалось, не было ни малейшей надежды, что эта мечта станет явью, но они продолжали мечтать, мечтать и молиться, и молясь они обращались в сторону далекой родины, в сторону Иерусалима! И когда еврей умирал в Галуте, вместе с ним в могилу опускали маленький мешочек с землей из Эрец-Исраэль! Он не удостоился ходить по родной земле, но он не хотел расставаться с нею, даже в могиле! «Я хочу сказать вам, молодые люди, что весь мир приговорил наших дедов к смерти!» Но они с присущим им спокойствием и твердостью ответили «нет!» Они знали, что во всей Вселенной есть только одно малое место, где они смогут жить в мире и безопасности. Это место – их родная страна – Эрец-Исраэль! И они должны вернуться домой! Они знали гораздо лучше нас, что все эти утопии и идеологии, все эти марксизмы, ленинизмы, троцкизмы и маизмы не принесут евреям ничего хорошего! Они знали, что все эти троцкие Зиновьевы, Зиновьевы, Каменевы, Радыки с таким самозабвением служившие чужим богам, теми же богами обречены на смерть. Они видели, что преданность чужим идеям не спасает этих евреев от чисток, пыток в подвалах НКВД, от расстрела и забвения. Наши деды были куда мудрее своих внуков, погрязших в миражах Галута. Наши деды хотели вернуться домой. Я хочу сказать вам, молодые евреи, попытайтесь понять, почему 9 ава, в день разрушения Иерусалимского храма, евреи сидят на полу в полутемных синагогах и при свете свечей читают плач Иеремии, оплакивая величайшую трагедию нашего народа? Почему они шепотом произносят скорбные слова? Как одинок теперь город, прежде многолюдный? Стал он подобен вдове? Вслушайтесь в эти слова и постарайтесь ответить на вопрос, неужели действительно государство Израиль было создано по решению Организации Объединенных Наций? Или, может быть, идею создания еврейского государства выносил империалистический военно-промышленный комплекс США? Или это было осуществлением британских колониальных мечтаний? Евреи были изгнаны из своей страны за две тысячи лет до того, как возникли нефтяные компании и американский военно-промышленный комплекс и все эти две тысячи лет они не оставляли надежды вернуться домой Когда евреи под руководством Шимона Бар-Кохбы сражались против римских полчищ в мире не было еще никаких арабов Когда великий еврейский поэт средневековья рабе Иуда Галеви писал «Сердце мое на востоке а сам я на дальнем западе здание Пентагона не было еще построено» Израиль возродился потому что он никогда не умирал В государство Израиль не возникло из ничего на пустом месте У евреев было свое государство во времена царей Шауля Давида и Шломо Еврейское государство было свидетелем взлета и падения мировых держав в кавычках Вавилонии Ассирии Персии Македонии и оно возродилось сегодня потому что евреи никогда не оставляли веры в то что придет день и они вернутся домой Если вы думаете что отцом в кавычках сионизма был доктор Теодор Герцль то вы ошибаетесь Сионизм родился в тот день когда евреи были вынуждены покинуть свою страну и отправиться в изгнание Сионизм является неотъемлемой интегральной частью всех еврейских законов и обычаев Каждый еврей который верил в Бога и соблюдал законы его Торы был сионистом Герцль же был тем человеком который в нужное время сделал нужное дело Благодаря ему еврейскому народу удалось сделать былью двухтысячелетнюю мечту государство Израиль возникло бы и без декларации Больфура еврейское государство было бы создано и без решения организации объединенных наций здесь стоит разобраться в таком понятии как национально освободительное движение стоит поговорить о героях вам конечно много известно о подобного рода вещах ведь вы участвуете в демонстрациях в поддержку многих национально освободительных движений что такое национально освободительное движение это черные пантеры вьетконг коммунистические повстанцы в Анголе и Зимбабве герои конечно же это Че Гевара Фидель Кастро и Хоши Мин кто же еще в этом списке разумеется не увидим имен еврейских героев в еврейском национально освободительном движении это по вашему мнению движение в танце еврейских пар в ночных клубах Майами Бич вам внукам тех самых упрямых дедов неплохо было бы узнать наконец кое-что об истории своего народа в конце девятнадцатого века после многих столетий тяжелых страданий и бесконечных преследований появились евреи решившие что настало пора покончить с унижениями в их сердцах жила мечта о Сионе и они решили сделать то что казалось невозможным вернуться домой группа евреев интеллектуалов бросив прощальный взгляд на империю русского царя отправилась в далекую Палестину осушать болото и сажать сады в пустыне рабы проделавшие колоссальную работу по опустошению страны Израиля радостно улыбались пересчитывая деньги весьма между прочим внушительные суммы которые платили им евреи за участки бесплодной земли еврейским же поселенцам было не до смеха даже будучи уверенными в успехе начатого дела они понимали какие трудности стоят на их пути но эти люди и их вожди Теодор Герцль Зеев Жаботинский Хайм Вейцман Макс Нардау Равин Ицхак Яков Райнес Нахум Соколов проявили удивительное упорство в запущенной полупустынной нищей стране стали одно за другим возникать новые поселения Вдруг выяснилось что когда эту землю обрабатывают еврейские руки она не столь уж бесплодна Прошло несколько лет и эти безумцы даже начали строить на песчаных дюнах у берега Средиземного моря новый город они назвали его Тель-Авив холм весны Первая мировая война открыла перед еврейским национально освободительным движением новые горизонты Зев Жаботинский блистательный поэт писатель и публицист великолепный оратор свободно владевший дюжиной языков был автором экстраординарной идеи еврейская армия еврейская армия которая будет воевать на стороне Антанты против союзной с Германией и Австро-Венгрией Атаманской империи которая правила страной Израиля это будет первая еврейская армия со времен восстания Бар-Кохбы которая была потоплена римлянами в крови еврейская армия правда военное соединение которое удалось образовать насчитывало лишь несколько тысяч человек но тем не менее это была армия ее бойцы были выходцами из разных стран Англии Франции России среди них были такие люди как Йосеф Трумпельдор герой русско-японской войны который спустя несколько лет погибнет смертью героя защищая еврейское поселение в Галилее и этим сумасшедшим евреям удалось создать хорошую армию которая вместе с английским генералом Аленби вступила в Палестину в свою страну еврейские вооруженные силы с боями освобождали свою страну от чужеземных правителей и представьте себе все это происходило задолго до того как товарищ Мао разработал свои теории национально-освободительной войны до тех пор пока еврейское национально-освободительное движение не только не мешало британской империи но даже в чем-то служило ее интересам все шло отлично в тот период была опубликована знаменитая декларация лорда Больфура в которой Британия брала на себя обязательство помогать созданию еврейского национального очага в кавычках в Палестине и как радовались евреи этой декларации ведь казалось что наконец-то справедливость восторжествовала и мы добьемся свободы и государственной независимости мирным путем да полагаясь на справедливое отношение к себе окружающего мира евреи ошибались множество раз и этот случай не был исключением евреи всего мира были на стороне антанты энергия умы и деньги еврейского народа были предоставлены в распоряжение Британии в надежде что она освободит страну Израиля от турок и передаст ее в руки законного хозяина народа Израиля когда закончилась война и Лига наций приступила к разделу бывших владений побежденных государств еврейские представители настаивали на том чтобы управление Эрцисраэль было передано Англии для того чтобы она в соответствии с декларацией Больфура создала там национальный очаг еврейского народа но путь национально-освободительного движения не устлан розами как вам конечно известно из университетских курсов свобода дается нелегко с первых же дней английского правления в стране арабы начали нападать на еврейские поселения им нечего было бояться они быстро поняли что на такого рода деятельность англичане смотрят сквозь пальцы в одном из столкновений с арабскими бандитами в галилейском поселении Тель-Хай погиб Йосеф Трумпельдор его последними словами было Эйн-Давар Тов-Ла-Мут-Бе-Ат-Ар-Цейну Ничего хорошо умереть за свою страну Какой кошмарный империалистический лексикон не правда ли или может быть эти слова сошли с уст не Трумпельдора а Че-Гевары или Хоши-Мина В 1920 году арабы пользовавшиеся почти открытой поддержкой британских мандатных властей получив власть над Палестиной англичане сразу же захотели покончить с сумасшедшими еврейскими поселенцами устроили еврейский погром в Иерусалиме но они не просто убивали беззащитных людей насиловали женщин и сжигали еврейские дома они хотели задушить еврейское национально-освободительное движение арабские бандиты натолкнулись на сопротивление организованной жаботинским группы из ветеранов еврейского легиона это организация получившая название хагана оборона нанесла арабам болезненные удары тем не менее они не прекращали попыток уничтожить еврейское национально-освободительное движение еврейские поселения подвергались варварским нападением в 1921 году и спустя восемь лет в 29 году когда в хевроне арабы зверски убили десятки местных евреев в основном учеников ешивы в 67 году когда еврейская армия освободила хеврон арабы ожидая справедливого возмездия вывесили белые флаги мол сдаемся на милость победителя победитель однако решил не воздавать им по заслугам арабам не удалось сломить еврейское освободительное движение несмотря на опасности подстерегавшие их в Палестине все большее число евреев возвращалось на родную землю из стран рассеяния они приезжали из полуфашистской Польши кое-кому удавалось сбежать из коммунистической России прибывали репатрианты из Германии в которой зрели зерна великой катастрофы те кто ощущали ветер перемен отряхивали со своих ног прах Европы и возвращались домой англичане были отнюдь не в восторге от такого развития событий им стало ясно что евреи не шутят говоря о создании еврейского государства британское министерство по делам колоний решило покончить с этой угрозой раз и навсегда еще в начале 20-х годов англичане отделили от территории предназначенной для еврейского национального очага земли расположенные к востоку от реки Иордан созданное там марионеточное государственное образование Транс-Иордания занимало 80% территории Палестины на которую Великобритания получила мандат от Лиги наций теперь же англичане решили что настало время задушить еврейское национально освободительное движение окончательно В апреле 36-го года в стране началась новая волна арабских беспорядков продолжавшихся до самого начала Второй мировой войны Все эти три года английские власти сквозь пальцы смотрели на бесчинство арабских бандитов которые грабили насиловали убивали им казалось что с помощью арабов удастся положить конец еврейской мечте но не тут то было времена изменились на родной земле под родным небом к жизни возродился старый тип еврея и евреи этого старого типа готовы были доказать неизбежность создания еврейского государства и победы свободы тот период внес в список еврейских героев еще одно имя Шломо бен Йосеф он родился в Луцке в тогдашней Польше и его настоящая фамилия была Табачник он взял себе еврейское имя после того как нелегально репатриировался в страну в тридцать седьмом году ему было тогда всего двадцать четыре года члену бейтара понимавшему что означает слово Адар ему невыносимо было наблюдать за кровавыми бесчинствами арабов и за позорным бездействием еврейского руководства двадцать первого апреля тридцать восьмого года он вместе с двумя товарищами обстрелял арабский автобус на дороге из Цфата в Рошпину обстрел не повлек за собой человеческих жертв всем это может показаться излишней жестокостью но у колонизаторов свои понятия справедливости Шломо бен Йосеф был приговорен к смертной казни через повешение 29 июня 38 года он взошел на Эшафот в Акской тюрьме первый со времен Рима еврейский солдат казненный врагом в Эрец Исраэль и когда со всей очевидностью выяснилось что только вооруженная борьба может принести свободу независимость и справедливость в еврейском национально освободительном движении возникли две новые организации Иргунт Сваи Леуми или сокращенно Эцель национальная военная организация и Лохамейх Херут Исраэль или сокращенно Лехи борцы за свободу Израиля последнюю организацию кое-кто например советские источники называют Бандой Штерна Но я бы не советовал вам мои молодые друзья пользоваться этим термином Тем более что многие из вас восхищаются героическими партизанами коммунистического Вьетконга обстреливающими универмаги южно-вьетнамских городов Эцель и Лехи начали войну с арабскими бандами Эцель и Лехи начали войну с арабскими бандами Еврейские бойцы готовы были рисковать жизнью ради того чтобы проложить путь независимому свободному и безопасному существованию своего народа на родной земле их борьба за свободу началась задолго до того как мир узнал о бандитах Фатаха о Фиделе Кастро или о Че Геваре бойцы еврейской национально-освободительной армии забрасывали гранатами солдат империалистической Британии когда никто и не слыхал еще о черных пантерах это были евреи старого типа девизом которых стали слова Зеева Жаботинского Ламут Олихбош Эдхахар Умереть или покорить вершину горы Они появились на исторической арене в те дни когда подходила к концу Вторая мировая война и начали вырисовываться чудовищные размеры катастрофы постигшей наш народ На протяжении своей многовековой истории евреи знали много врагов Но первые места в списке тех кто хотел уничтожить еврейский народ займут имена Гитлера и Сталина В тот момент когда министры иностранных дел нацистской Германии и коммунистической России Риббентроп и Молотов подписали договор о дружбе и сотрудничестве между своими странами Начался путь шести миллионов наших братьев и сестер к газовым камерам Вожди еврейского национально-освободительного движения Верец Исраэль временно прекратили свою борьбу с англичанами и даже активно помогали им в борьбе с Гитлеровской империей Но что же делали в те годы арабы? На чьей стороне были прогрессивные силы в кавычках Ближнего Востока? Будущий президент Египта Анвар Садат был арестован за то что вел нацистскую пропаганду в своей стране Напомним что командир Эцеля Давид Разель погиб во время операции против пронацистских арабских организаций в Ираке Иерусалимский муфтий духовный вождь палестинских арабов создал в Югославии мусульманскую дивизию воевавшую в составе немецкой армии в то время как наши отцы сражались с нацистами на фронтах Ливии Туниса Италии прогрессивные в кавычках арабы помогали Гитлеру сжигать евреев в газовых печах еврейское подполье Верцисраэль объявило о временном прекращении огня но англичане и не думали прекращать свою борьбу против еврейского национально-освободительного движения в оккупированной нацистами Европе работали на полную мощность лагеря уничтожения куда ежедневно прибывали товарные составы плотно набитые особым товаром евреями которым предстояло превратиться в пепел и мыло пока прекраснодушный мир лениво наблюдал за страшным зрелищем не желая даже пальцем пошевелить ради спасения этих людей треть вашего народа погибла в газовых камерах а также от голода болезней немецких пуль кое-кому удавалось сбежать из этого ада на утлых суденышках они хотели добраться до берегов земли которую смогут назвать родиной за спиной они оставляли окутанную дымом крематория в Европу они хотели вернуться домой но в их доме заправляли англичане которые не желали пускать туда евреев и капитанам кораблей было приказано возвращаться обратно в Европу один из тех кораблей назывался Струма на его борту было 800 человек англичане приказали ему развернуться и выйти в открытое море ветхое судно пошло ко дну в нескольких километрах от берега все его пассажиры погибли другой корабль Патрия достиг Хаевского порта на его борту было 200 беженцев отказавшись покинуть берега родной земли они предпочли взорвать корабль и покончить с собой резиденция человека который нес непосредственную ответственность за эти преступления находилась в Каире его звали Лорд Мойн высокопоставленный чиновник защищавший интересы британской империи на Ближнем Востоке Струма и Патрия с их несчастными беженцами были для него мелкими пешками в большой игре он мог спасти многие тысячи евреев но не хотел этого делать а теперь я хочу познакомить вас с двумя еврейскими героями совершившими свой подвиг в те дни их звали Элиягу Хаким и Элиягу Бейт Цури они были сефардскими евреями в прогрессивной в кавычках литературе вы много читали о дискриминации сефардов в Израиле и о том как чудно им жилось в арабских странах пока они не попали в лапы расистов сионистов в действительности же дела обстояли иначе сефардские евреи понимавшие лучше нас что значит полагаться на милость арабских правителей и арабской толпы играли значительную роль в еврейском национально освободительном движении Хаким и Бейтсури убили лорда Мойна и 22 марта 45 года за это преступление в кавычках они были повешены в Каире Три Три года спустя возникло еврейское государство и около миллиона сефардских евреев убежало из арабского рая в кавычках из Марокко Ирака Йемена Египта Ливии Сирии Ливана Алжира Уже многие годы нас убеждают что в стране Израиля должно быть создано некое светское демократическое палестинское государство в кавычках в котором евреи и арабы будут жить в полном равенстве мире и согласии Спросите что думают об этой идее евреи бежавшие из арабских стран Попросите их рассказать в каких условиях они жили там какого сорта равенства было там их уделом Накануне шестидневной войны 1967 года головорезы Фатаха были уверены в скорой победе над Израилем и поэтому позволили себе пооткровенничать арабы заявляли тогда не стесняясь что их цель сбросить евреев в море предводитель организации освобождения Палестины Ахмад Шукейри высказал сомнение в том что хотя бы одному еврею будет позволено остаться в живых если теперь арабы заговорили вдруг о демократии равенстве и братстве то это объясняется лишь их стремлением пустить пыль в глаза тем доверчивым евреям которым лень проверить что скрывается за обещаниями построить светское демократическое палестинское государство в кавычках мы мы прекрасно знаем каково отношение арабов мусульман к национальным и религиозным меньшинствам к друзам в Сирии к курдам в Ираке к негритянским племенам на юге Судана к коптам в Египте и мы еще не забыли каким преследованием подвергались евреи во всех арабских странах поэтому мы желаем арабам успеха в их интересном начинании но пусть свое светское демократическое палестинское государство они строят где-нибудь в другом месте в Эрец Исраэль мы будем строить и укреплять свое государство государство Израиль но вернемся к тем дням когда тысячелетний рейх в кавычках испускал последнее дыхание Европа начинала просыхать после того как схлынули воды нацистского потопа глазам всего мира предстала картина чудовищных преступлений нацистов и никто не мог остаться равнодушным при виде газовых камер в которых были сожжены миллионы евреев однако страшные картины довольно быстро начали отступать под натиском более важных дел русские были заняты освоением новых территорий присоединенных к советской империи а страны запада активно помогали поверженному врагу подняться на ноги и стать сильнейшей державой западной европы но борцы еврейского национально освободительного движения не могли стереть из памяти трубы крематориев это невозможно было забыть и вывод из всего что произошло был один никогда больше никогда больше это не должно повториться и они чувствовали что на их долю выпало осуществить задачу необыкновенной важности выполнить последнюю волю тех кто погиб в лагерях смерти гарантировать что катастрофа не повторится они знали что в крови и огне иудея пала в крови и огне она возродится каково же было изумление английских оккупационных властей и всего мира когда евреи те самые евреи которых привыкли считать слабыми трусливыми беззащитными существами взялись за оружие евреи сражались с невиданным упорством и отчаянной смелостью они взрывали английские радары чтобы корабли с еврейскими нелегальными в кавычках репатриантами могли беспрепятственно добраться до берегов родины взрывали в ангарах самолеты британских королевских ВВС пускали под откос поезда со снабжением для английской армии англичане забаррикадировались в укрепленных районах городов и представителям колониальных властей пришлось жить за колючей проволокой а когда оккупантам удалось схватить одного из солдат Эцеля которому было всего 16 лет и они приговорили его к позорному наказанию порке Эцель распространил по всей стране листовку которая гласила предупреждение схваченный врагом еврейский солдат приговорен английским военным судом в кавычках не имеющим никакого права судить кого бы то ни было к унизительному наказанию порке мы предостерегаем оккупационные власти от приведения в исполнение этого приговора несовместимого с законами военной чести если приговор будет приведен в исполнение любого офицера британской оккупационной армии будет ожидать такое же наказание 18 ударов плетью англичане ответили на угрозу громким смехом и привели свой приговор в исполнение два дня спустя Эцель подверг тому же наказанию нескольких английских сержантов и офицеров англичане прекратили смеяться они также прекратили приговаривать евреев к наказанию плетьми но великие цели не достигаются легкой ценой и победа не достается без жертв и вы можете гордиться героями погибшими в те годы во имя того чтобы вы могли жить сегодня эти солдаты еврейской освободительной армии были казнены англичанами шломо бен йосеф доф грунер илезер кашани ильягу хакин ильягу бейт цури ехиэль дрезнер мардыхай элькахи мошэ барзани мэйр файнштейн мэйр накар яков вайс авшалом хавив помните их имена вы знаете почему в этом списке всего 12 имен почему в акской тюрьме перестали в какой-то момент приводить в исполнение смертные приговоры это произошло потому что Эцель поклялся не допускать более того положения при котором еврейская кровь проливается безнаказанно когда англичане приговорили к смерти овшалома хавива якова вайса и мейра накара они не знали еще что эта казнь будет последней им неизвестны были слова наших мудрецов о том что если праведник решает что-либо всевышний осуществляет его решение солдаты еврейской освободительной армии боровшиеся за праведное дело решили что английские оккупанты не будут впредь казнить еврейских борцов и всевышний помог им добиться цели в пятницу 12 июня 47 года два сержанта служившие в британской разведке были похищены бойцами Эцеля около города Нетании Эцель объявил что сержанты взяты в качестве заложников если англичане рискнут казнить Хавива Вайса и Накара эти двое будут повешены сообщения об этих событиях облетели весь мир англичане перевернули всю страну но так и не нашли заложников они задыхались от гнева и оставались в плену своих представлений о евреях голутных евреях не умеющих дать сдачи конечно же эти евреи не осмелятся казнить британских военнослужащих ведь евреи просто не способны на это и так пребывая в уверенности что евреям чуждо чувство собственного достоинства они решили привести приговор в исполнение А в шлом Хавив Яков Вайс и Меир Накар взошли на Эшафот с Атиквой на устах последние слова гимна смогли в ночном воздухе их любимой страны в которой через несколько месяцев возникнет независимое еврейское государство три борца за свободу еврейского народа были повешены и спустя несколько часов были повешены два британских сержанта вы внуки милосердных и в высшей степени гуманных людей понимаете слова милосердия в кавычках и гуманность в кавычках не так упрощенно как это многим кажется для того чтобы яснее понять истину мы обратимся к словам наших мудрецов тот кто проявляет милосердие к жестоким будет жесток по отношению к милосердным солдаты Эцеля считали что следует проявлять милосердие к милосердным к сынам еврейского народа еще не отряхнувшего с себя пепела свенцем к тем еврейским беженцам что стремились добраться до страны Израиля и натыкались на запертые двери к тем еврейским солдатам что боролись за свободу для своего народа британские сержанты были повешены и милосердие восторжествовало ни один еврей в Эрцисраэль не был больше повешен казнь двух сержантов была крепким ударом по британскому престижу спустя несколько месяцев оккупанты объявили о своем уходе из страны Израиля горстка бойцов оказалась сильнее громадной империи менее чем через два года родилось государство Израиль и на улицах Тель-Авива тысячи людей не могли сдержать слез при звуках слов мы провозглашаем создание еврейского государства в стране Израиля вот то что я хотел сказать вам молодые люди сыны еврейского народа может быть теперь вы чуть больше понимаете причины этого чуда причины того что несмотря на все бури еврейский народ выжил видя с каким немыслимым сверх естественным упорством сыны Израиля преодолевают вековые расстояния оставая с самими собой можно ли сомневаться что так было предопределено изначально это упорство это непоколебимая вера учат нас чувству гордости за свой народ они помогают нам понять что такое Адар они учат нас еще одному важнейшему понятию бетахон уверенность в несокрушимость еврейского народа в его вечность мы верим всем сердцем что еврейский народ вечен народ прошедший через все ужасы многовековой ночи Галута никогда не будет уничтожен почти четыре тысячи лет назад в одну теплую южную ночь наш праотец Авраам услышал голос Бога Всевышний обещал ему первому еврею на земле что от него произойдет великий народ то же обещание было повторено Ицхаку и Якову от двенадцати сыновей которого происходит еврейский народ Всевышний не отменил своего обещания и мы свято верим что наш народ который не смогли уничтожить могущественнейшие враги будет жить эту веру мы подтверждаем каждый год читая слова пасхальной агоды в каждом поколении находятся те кто хочет уничтожить нас но Всевышний благословен он спасает нас от их рук кажется просто неправдоподобным как удалось горстки людей выжить на протяжении многих столетий в то время как великие империи и могущественные народы мечтавшие уничтожить сынов Израиля давно сошли со сцены истории Египет Вавилон Греция Рим где сегодня эти державы и мы видим какова сила божественного обещания в свое время пророк Ехескель слышал вопрос а живут ли кости эти он видел перед собой огромную долину наполненную иссохшими костями сынов Израиля и миллионы голосов отвечают да оживут и эта вера называется бетахон наше существование не зависит ни от каких друзей в кавычках покровителей в кавычках и союзников в кавычках в тяжелые моменты в кризисных ситуациях мы всегда оказывались одни в лучшем случае друзья в кавычках мотивируют свою измену тем что этого требуют их собственные интересы которые конечно же важнее чем что-либо другое в худшем случае выясняется что друзья в кавычках и союзники в кавычках руководствуются обычными антисемитскими инстинктами кому же мы можем доверять если не самим себе на кого мы можем положиться от кого ждать помощи только от Всевышнего и этого достаточно чтобы обеспечить еврейскому народу вечную жизнь этого достаточно также для того чтобы наполнить наши сердца чувством гордости за свой народ от